Добрый день, с вами опять Евгений Божьев. Сегодня я вам покажу, как расслабить мышцы шеи. Дело в том, что напряжение мышц шеи встречается очень часто. Это и синдром позвоночной артерии, и головные боли, и боли в шее. То, что очень много сейчас населения много сидит. При сидении как раз напрягаются мышцы плечевого пояса, шеи. И много проблем создаётся с кровоснабжением головного мозга. Опять-таки, для того, чтобы восстановить кровоснабжение головного мозга, обязательно в первую очередь нужно расслабить мышцы шеи. Потому что их напряжение, именно их напряжение и нарушает кровоснабжение головного мозга. И ещё такой момент, как гипертоническая болезнь. 70% причиной нарушения, повышения артериального давления является именно напряжение задних шейных мышц. Сейчас я вам покажу, как их надо расслаблять. То есть, условно разделим мышцы шеи на заднюю группу, боковые, правую и левую, и две передние. Тоже передняя левая и передняя правая. Вот каждую из этих групп мы отдельно будем растягивать. Задняя группа мышц, именно та самая, которая вызывает напряжение, которое вызывает повышение артериального давления. Как она растягивается? Нужно сесть, обязательно, чтобы спина была на упоре. То есть, на спиночку откинуться, расслабиться. Всё, тело расслаблено. Это принципиально важно. Потому что все эти упражнения, эти растяжечки делаются на расслаблении. Никаких напряжений быть не должно. Это принципиально важное, самое важное условие. Никакого напряжения. Всё расслаблено. Голова просто повешена, вот так повесили её на грудь. Она висит, опять-таки, без напряжения, без всего. Просто повесили. Ручки взяли замок и тоже просто повесили себе на затылок. Никакого напряжения. Шея не напряжена. Руки никуда не дают. Они просто висят. Вы сидите, расслабившись, откинувшись. Шея расслаблена. Руки расслаблены. Только за счёт того, что пальчики цепились друг за друга, они держатся на голове. И всё. И сидим две минуты в расслабленном состоянии. Две минуты вот так. По мере того, как мы сидим, мышцы шеи расслабляются. И потихонечку голова уходит вперёд. Всё ниже, ниже и ниже опускается. Это как раз то, что нам и нужно. Следующее упражнение. Для боковых поверхностей шеи. То же самое. Сели, откинулись, расслабились. Голова прямо. И наклонили её вбок. Вот просто наклонили, чтобы повесилась. Она вот висит вбок. Ничего больше не делаем. Взяли руку. И также повесили вот так вот на голову. Всё расслаблено. Голова расслаблена. Тело расслаблено. Рука расслаблена. Мы её не держим. Обращаю внимание. Частая ошибка. Люди кладут руку вот так. При вот таком положении рука соскальзывает. Если вы её расслабите, вы её вынуждены держать. А так толку не будет. Потому что рука напряжена, и она не будет держаться. Вот чтобы рука лежала сама, без всякого напряжения, нужно её положить вот так вот. То есть прям вот полностью сюда, вот в локтевую ямку голову положили. И всё. И опять расслабились. И сидим. Тоже две минутки. Всё. Тело расслаблено. Рука расслаблена. Шея расслаблена. И также потихонечку шея начинает уходить в эту сторону. То же самое потом делаем в другую сторону. Наклонили голову, руку повесили. И то же самое влево. Это боковые поверхности. Теперь передние поверхности. Передние, вот в отличие задние, если мы растягивали одним упражнением, то передние, к сожалению, вместе не растянуть. Их надо растягивать по отдельности. Отдельно левую сторону, отдельно правую сторону. Как это делается? Ну, очень похоже. То есть разгибаем голову в противоположном направлении. То есть назад вот так, да. И повернуть её вот так под 45 градусов. То есть вот у нас вот эта вот поверхность вот уже тянется, да. И тоже положили руку. Вот. Также свободненько. Рука лежит просто до упора, да. И голова висит назад и в сторону повернута. Вот таким образом. Вот тянутся мышцы передней и левой стороны. Потом то же самое делается с правой стороны, да. То есть назад повернули 45 и руку положили. Вот она вот так потихонечку оттягивается. Тоже все растяжки делаются по 2 минуты. Ещё раз обращаю внимание. В расслаблении никакого напряжения в этих позах быть не должно. Если вы это будете делать, то вы будете поддерживать мышцы своей шеи в хорошем состоянии. Это будет профилактика гипертонической болезни. Это будет профилактика инсульта. Потому что восстанавливает кровоснабжение головного мозга. И это будет создавать вам комфорт. Потому что вы совершенно спокойно будете вертеть головой во все стороны. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!